Звук от струн новых станков, привезенных из Германии, как шум от скоростного поезда. Все в унисон. Ни одного сбоя и пауз на отладку. Современное оборудование высокой производительности. В отличие от практически списанных машин советского поколения, новые станки могут выпускать ткань малым метражом, а значит больше возможностей для фантазии и гарантированного спроса. Предприятие сможет конкурировать на мировых рынках с Турцией, с Китаем, потому что оборудование позволит выпускать необходимые ткани для наших швейных предприятий. А еще несколько лет назад Минский комбинат, единственный производитель комвольных тканей в Беларуси, крупнейший в СНГ напоминал кладбище станков. Устаревшие машины, огромные запасы невостребованной продукции, долги грозили предприятию банкротства. Если бы в 2012 году в ситуацию не вмешался президент. Мало того, что технологическое производство не выдерживало никакой критики, так еще и холодные продуваемые цеха в аварийном состоянии, несущей конструкции, естественно, недовольство коллектива. Александр Лукашенко потребовал завершить комплексную модернизацию комволя к концу 2015 года. В июле вновь вернулся к этому вопросу на совещание, накануне должен был посетить предприятие. Я вчера специально не поехал на это предприятие, хотя планом работы предпрезидента было предусмотрено посещение комволя. Не поехал, во-первых, потому, что министр начал заниматься там очковтиративством. И для того, чтобы показать в течение одного-двух дней работу предприятия, собрал все, что можно с министерства, с концерна, свез туда сырье для того, чтобы на день-два запустить машины, а по убытию президента, наверное, успешно их остановить. Вот за это можно попасть в застенки, я это вам публично говорю, потому что вы подставляете таким образом президента. И уедет президент, а люди скажут, ну что, ему тут показуху устроили, он уехал, все как было, так и осталось. Я хочу услышать, что происходит на комволе. Мы что, все время будем, как по деревообработке, заниматься комвольным комбинатом? Мне пришлось принимать решение, искать деньги для того, чтобы модернизировать, завести. Завозили оборудование вы, комитет госконтроля еще, и он постоянно мониторит ситуацию там. Но по итогам проверим, по какой цене, где вы брали оборудование, то ли это оборудование, которое надо, потому что меня уже информируют так называемые независимые технологи о том, что не совсем отдельные машины нужны были, купили. Мы посмотрим на ваши взаимоотношения, ваши, с брянским комвольным комбинатом. Зачем вам надо новое оборудование в аренду отдавать? Или выполнять их прихоти, чтобы Евразийская экономическая комиссия отменила свое решение, которое было принято по поводу постановления правительства России? Мы со всеми вопросами разберемся, и не дай бог, мы увидим там интерес министра и его подчиненных. Деньги на модернизацию выделены немало, и 35 миллионов евро на них сделали капитальный ремонт, закупили оборудование, правда на последний цех по отделке тканей средств не хватило. При выходе на полную мощность завод сможет реально выпускать более 6 миллионов погонных метров ткани в год. Пока в половину меньше. Но уже принципиально новые материалы, высшее качество, разнообразные фактуры, цветовая палитра. И сегменты от эконом до премиум класса. Предложение правительства поддержать комволь финансово, тем более, что завод уже на финишной прямой, президент сегодня одобрил, с учетом перспективы. Мы уже можем многое делать на новом воруднии того, что будет востребовано, но для этого нужно загрузить предприятие высококачественным сырьем, прежде чем высококачественной шерстью. Пока, к сожалению, предприятие покупало то, что можно было купить за те скудные ресурсы, которые оно выручало за свою, скажем так, не очень рентабельную продукцию. А вторая часть заключается в том, что мы должны действительно завершить реализацию этого инвестиционного проекта и вести такое делочное производство, которое соответствует самым высоким, самым лучшим мировым аналогам. Поэтому принято решение о том, что предприятие будет наделено необходимым количеством оборотных средств 5 миллионов евро. Именно для того, чтобы предприятие как минимум вышло на точку безубыточности. Такой проект будет завершен. Завершен будет в первом полугодии 2016 года. И есть уверенность в том, что действительно комвольное производство, как и задумывалось, когда начиналась реализация, модернизация проекта по комволю, будет самого высокого уровня. И тот миллион квадратных метров тканей, которые на сегодняшний день швейная промышленность Республики Беларусь закупает по импорту, оно будет в основном отечественным. По инвестиционному проекту комвольный комбинат должен стать суперсовременным производством в 2,5 раза сильнее ближайшего российского конкурента, если говорить о технологиях и объемах. Традиционно 60% продукции комволь экспортируют в страны СНГ, в том числе для оборонных ведомств. Правда, в последнее время госзаказы на ткань для формы силовиков сократились. В итоге на складе предприятия образовались излишки невостребованного материала. Сегодня на предприятии отдел маркетинга формируется, он до конца не сформирован. В ближайшее время мы закончим формирование отдела маркетинга, но мы уже имеем заказы на следующий год. Поэтому в ближайшее время будут выделены средства для закупки сырья и предприятие будет выпускать продукцию именно под заказ, не работая на склад. За три года, пока идет модернизация, Анатолий Жаборт уже третий. С директором здесь он всего третий месяц, но с текстильным производством хорошо знаком. До этого много лет возглавлял фабрику головных уборов. Теперь ему предстоит решать проблемы комволя. Вы просто не даете работать очередному руководителю этого предприятия. Непонятно мне, почему уволили предыдущего руководителя. Это вы мне отдельно доложите вместе с Якобсоном. Удивительно, что мой помощник, который занимается кадрами, это не увидел. А я знаю мотивы ненормального увольнения предыдущего руководителя. Я не говорю сейчас, правильно или нет. Но мотивы меня не удовлетворяют. И нынешнему руководителю вы работать не даете. Ну и самое главное, на это предприятие я приеду неожиданно. Я подберу время, самое трудное для вас. А такого времени у вас быть не должно. После ваших залетов позавчерашних, до визита премьер-министра. Вы будете работать на износ там. И где вы деньги на это возьмете, это ваше дело. Я вам устрою очковытирательство. После модернизации завода почти вдвое меньше стала его площадь. С освободившимися помещениями распорядиться горосполком. Либо перенесет сюда часть производств предприятия Сукно, либо откроет выставочный комплекс. Цеха тоже стали компактнее, практически все автоматизированы. Так что коллективу обновленного завода, которому в этом году 60 лет, предстоит научиться эффективно работать на современном оборудовании. А технологам и дизайнерам вдохновиться на создание таких тканей, чтобы любой костюмчик, как говорится, сидел. Марина Тимофеева, Алексей Кряквин, Сергей Вяль, Дмитрий Буй, ОНТ.